На западе Тибетского Нагорья, в двухстах километрах от границы с Непалом, расположена удивительная гора с четко выраженной пирамидальной формой. Все попытки чужеземцев покорить ее заканчивались полным провалом. Беда настигала альпинистов либо сразу во время восхождения, либо после неудачных попыток взобраться на вершину. Например, как это случилось с американской экспедицией в конце 90-х годов. Все члены которой всего за пару лет превратились в дряхлых стариков и скончались от неведомых болезней. Название этой горы – Кайлас, на других наречиях – Кайлаш. Ее высота имеет мистическую цифру 6666 метров. А древние манускрипты гласят «Никто из смертных не смеет взойти на Кайлас, где обитают боги. Тот, кто увидит лики богов, должен умереть». Исследователи считают, что нет на Земле места более загадочного и неизученного, чем гора Кайлас. Несколько лет назад, а точнее в 2006 году, российская экспедиция под руководством Александра Редько впервые подошла к ней вплотную. Но после нескольких попыток покорить вершину, альпинисты поняли, что Кайлас не пускает. И заявление о том, что кто-то когда-то поднялся на Кайлас, не верьте, никто никогда не поднимался на Кайлас. По альпинистским меркам это не такая уже заоблачная высота. И тем не менее, никто не смог. Все легенды говорят о том, что Кайлас сбрасывает людей. Я не знаю ни одной группы, я не знаю ни одного человека, кто бы пытался взойти на Кайлас. Что-то их останавливает. Действительно необычная гора. Вы знаете, я объехал, не побоюсь этого слова, действительно весь Восток. Ничего подобного нет. То есть если есть на планете какое-то место наиболее необычное, это именно оно. Еще пять веков назад для коренных обитателей Индии и Китая Тибет считался запретной территорией. Без особых посвящений и таинств простым смертным путь сюда был заказан, поскольку, согласно древним поверьям, здесь царствуют духи мертвых. Современные путешественники, пытающиеся покорить Кайлас, рассказывают, что у горы многим приходится сталкиваться с необъяснимыми явлениями, в которые сначала трудно поверить. Приближаясь к подножию, человек физически чувствует определенный рубеж, перейти который невозможно. Ну, представьте себе, что вы из теплой комнаты выходите на холод. Вот что-то наподобие, но только вот как будто перед вами некая граница, вот она физически ощутима. То есть как будто что-то более плотное, как будто область более повышенного давления. И вот когда вы переходите, вот несколько раз, вы каждый раз ощущаете физически подобную границу. Ты идешь, и вдруг тебе становится так хорошо, тебе вот просто вот хочется летать. При всем при этом ты вот остановился, и не то чтобы не можешь, можешь, но совершенно не хочешь ни шевелить ни руками, ни ногами. То есть это причиняет конкретно физическую боль. Уже сразу у подножия Кайласа начинаются видения. Люди слышат громыхающие звуки. Голос человека, который стоит рядом, раздается на несколько километров. Другим интересным явлением является то, что язык отказывается говорить. Человек хочет сказать, и он как бы внутри себя произносит фразу, у него есть мысль, а произнести он ее реально не может. В религиозном плане это трактуется, что духи наложили печать молчания на тебя, пока ты там находишься. Иногда люди произносят какие-то несвязные звуки, как будто говорят на каких-то неизвестных древних языках. Коренные жители объясняют перепады самочувствия человека, находящегося рядом с Кайласом, особой божественной силой, которая исходит от горы. Но ученые и медики высказывают свои предположения. Они считают, что это примесь окиси азота в воздухе, действующая как расслабляющий газ. Люди, которые оказываются в состоянии кислородного голодания, всегда испытывают какие-то необычные состояния. В частности, при подъеме на большую высоту, например, выше 4000 метров, возникают зрительные, слуховые, иногда даже тактильные ощущения, которые люди трактуют в зависимости от своего предыдущего опыта. Еще одно необычное явление, не поддающееся объяснению учеными. Это загадочное свечение в небе, наблюдаемое в районе горы Кайлас. Оно довольно часто возникает на востоке в вечерние часы и состоит из красных, белых и синих кругов, похожих на шаровые молнии, которые поднимаются от горизонта. Но самое загадочное, это та форма, которую принимало это интенсивное свечение. Они не просто шаровые молнии, они следуют какому-то определенному алгоритму. Они могут связываться в различной совершенно комбинации. Но самая интересная комбинация, это как раз тот древний символ, о котором постоянно идет речь – свастика. Исследователи всегда смотрели на Тибет с пристальным интересом. С учетом происходящих в мире процессов, этот интерес только усиливался. Особенно у Третьего рейха накануне Второй мировой войны немцы посылали на Тибет экспедицию за экспедицией. Ускали эту страну для того, чтобы получить необыкновенные знания. И в том числе и Гитлер отправлял экспедиции именно для обретения вот этих вот знаний о бессмертии, о силе, необыкновенных способностях людей. Нацистская верхушка прекрасно по ней могла достигнуть только благодаря мощному технологическому прорыву. В 1939 году в Германию возвратилась знаменитая тибетская экспедиция во главе с немецким ученым и штурмбенфюрером СС Эрнстом Шефером. В Берлине с нетерпением ждали отчета экспедиции. Возможно, что экспедиция нацистов расшифровала загадочные иронические таблички с непонятными письменами, привезенные из Тибета. Одним из результатов расшифровки стала работа по созданию так называемых техномагических аппаратов. Сохранились рисунки, описывающие принцип их действия. На них изображены вихревые потоки частиц, которые сейчас чаще называют торсионными полями. Эти поля могли не только поднимать летательные аппараты, но и взаимодействовать с человеком. Предположительно, речь шла о неком прообразе современных пси-генераторов. Они основаны на свойствах воздействия торсионных полей на вещество, от резкого повышения проводимости металлов до лечебного эффекта в медицине. В том числе передача в мозг кодированной информацией, которая вызывает различные поведенческие реакции. Может быть, именно с этим связаны те необъяснимые явления, с которыми так часто сталкиваются туристы около горы Кайлас. На южной стороне пирамидального пика, грани которого сориентированы точно по сторонам света, расположена вертикальная трещина, посредине пересеченная горизонтальной. На закате Солнца эта трещина и тени от скальных выступов образуют огромное изображение гигантского солярного знака. Геоморфологи, то есть специалисты по изучению пород, считают, что трещина, создающая изображение свастики, это не трещина вовсе, а впадина шириной метров сорок, углубленная водотоками. Рядом с горой находятся два озера-близнеца – Мано-Саравар и Ракшас. Эти озера, как и все, что вокруг горы, изобилуют многими загадками. Мано-Саравар – священное озеро, неглубокое, там водится рыба. Второе озеро – Ракшас, в пяти километрах от первого. Священное озеро, оно называется Мано-Саравар, это очень большое озеро. Оно такое довольно неглубокое, там водится рыба. Второе озеро находится в пяти километрах, там перешейк такой узенький, причем без гор, такой ровненький, песчаный перешейк. Называется озеро Ракшас или озеро демонов. И вот любопытно то, что в любое время года на озере Мано-Саравар – штиль. В любое время года на озере Ракшас – шторм. И вот мы на самом деле были туда, сюда ходили. Смотрели, на самом деле. Там доходишь до озера Ракшас – шторм. Доходишь до озера Мано-Саравар – штиль. Удивительно. Еще одно необычное наблюдение было сделано группой российских ученых во главе с Эрнстом Молдашевым. Пока исследователи ожидали разрешения посетить Святую Гору, руководитель экспедиции случайно познакомился с монахом по имени Арон, который показал ему одну загадочную фотографию. Фотографию горы Кайлас с необычного ракурса. Я посмотрел на нее и тут же вскричал. Так это же пирамида. Огромная пирамида. И вспомнил слова Елены Блаватской, которая писала, что где-то на Тибете затерялась огромная пирамида. Эрнст Молдашев недолго осмысливал свое достаточно смелое предположение. Вернувшись из экспедиции, он делает сенсационное заявление. Горы, расположенные в юго-западной части Тибета, это вовсе не горы, а несколько десятков расположенных рядом пирамид, причем четко сориентированных по сторонам света. При этом тибетские пирамиды гораздо крупнее египетских и мексиканских и, возможно, были построены в более древние времена. Гипотеза оказалась интересной, и некоторые ученые даже пытались ее поддержать. По всей форме это пирамида гигантских размеров. К сожалению, эта пирамида плохо даже обмерена, но ее пирамидальность не вызывает сомнений ни у кого. Геометрические формы явно неприродного характера, то есть рука живых, разумных существ. Я не знаю работ геоморфологов, которые бы показали, что путем всевозможных эллюзионных процессов, тектонических процессов, возможно формирование правильной пирамиды. Пирамиды как были, так и остаются загадками человечества. Для чего они строились? Пирамиды в Египте, Мексике, Китае и, наконец, Кайлас. Если принять гипотезу Молдашева, то таинственная гора на Тибете имеет искусственное происхождение. Многие исследователи считают, что это были сооружения, где накапливалась энергия. Мы обнаружили, что они, конечно, великолепные сверхчувствительные детекторы не только сейсмических полей, как я уже говорил, но и акустических полей, которые могут иметь, в принципе, космогоническое происхождение. Главное отличие тибетских пирамид от других подобных сооружений состоит в том, что большинство не смыкается с различными по размеру вогнутыми полукруглыми и плоскими каменными конструкциями, которые некоторые исследователи называют зеркалами. Их там очень много. Все перекрыто зеркалами. Как можно не увидеть главное зеркало времени? Оно у нас и на видеофильмах. Оно у нас и на фотографиях. Оно великолепно. Сказать, что это естественное выветривание, ну, можно только полному оболтусу, который не верит ни во что. Тибетские зеркала Зеркал Николая Козырева Советский ученый изобрел полукруглые и других форм металлические зеркала, внутри которых по результатам его исследований меняется ход времени. По Козыреву время – это энергия, которая способна сжиматься или растягиваться. В зеркалах Козырева был достигнут эффект сжатия времени. Любопытно, что люди, побывавшие внутри зеркал Козырева, отмечают головокружение, страх, видят летающие тарелки, видят себя в детстве, находят ответы на многие вопросы. Не тот ли самый процесс сжатия времени происходит и на Тибете? Ведь именно об этом говорят многие туристы и паломники, побывавшие около Кайласа. У кого-то оно замедляется, а у кого-то, наоборот, становится быстрее. И тогда все клетки тела начинают раньше стареть и умирать. Однако показания приборов, фиксирующих время, при этом соответствуют норме. Специально проводили эксперименты, мы закладывали хронометры в разных местах, сверяли их с показаниями GPS-а. Хронометры были специальные, мы их потом снимали через полгода, проверяли синхронизацию, не ускорялось ли где-то это время. Нет, таких данных мы не смогли получить. Как и все пирамидальные конструкции, тибетские пирамиды, по мнению исследователей, способны концентрировать различные виды энергии. А сочетание их с зеркалами времени меняет пространственно-временные характеристики. И если это так, то возможно предположить, что гора на Тибете, как и другие пирамиды на Земле, это искусственный объект, построенный кем-то, когда-то и с определенной целью. Если допустить гипотезу их искусственного происхождения или, так сказать, воздействия искусственного какого-то на формирование или на их генезис, то я думаю, что это просто обычная процивилизация. Как это можно было обточить эти ступени? Как можно было сделать вот эти зеркала, ступенчатые и самые разные? Как можно было создать эти каменные дворцы? Самые натуральные каменные дворцы без окон, без дверей. Кстати, если мы построим схему и соединим все известные нам пирамиды на планете, то мы увидим, что они географически связаны друг с другом. А если соединим меридианам Кайла с египетскими пирамидами, то продолжение этой линии выводит на остров Пасхи. Мало того, на этом меридиане оказываются и знаменитые пирамиды инков. Вряд ли это простое совпадение. От горы Кайлас до монумента Стоунхендж в Англии 6666 километров. От горы Кайлас до Северного полюса 6666 километров. От горы Кайлас до Южного полюса два раза по 6666 километров. На противоположной стороне горы Кайлас находится остров Пасхи, где находится непонятно никому истука. Далее, что самое любопытное, высота горы Кайлас 6666 метров. Четыре шестерки. Еще одно загадочное сооружение Кайласа, которое постоянно будоражит сознание тех, кто пытается разгадать тайну священной горы. Это так называемый саркофаг Нанду. Внешне он напоминает наш Манеж на Манежной площади. Практически только длина его почти 2 километра, высота 800 метров и ширина 300 метров. И он соединен особым тоннелем таким, который на физическом плане называют перевалом Сердунг. Это перевал, который надо преодолеть во время внутренней коры. И вот этот перевал – это тоннель, это крыша тоннеля, который соединяет Кайлас с саркофагом Нанду. Существование саркофага, как и все на Тибете, породило массу легенд, споров и догадок. Одна из легенд гласит, что здесь, в состоянии глубокой медитации, находятся тела Иисуса Будды, Кришны и других великих учителей, которые когда-либо были посланы миру. Здесь же хранятся их зашифрованные учения. Все это сокрыто для потомков, для того, чтобы в случае гибели цивилизации послужить генетическим кодом для воспроизводства человека. Каким образом это произойдет, представить трудно. Как и сложно поверить в то, что тела живущих тысячи лет назад великих учителей остались неизменными. Много-много параметров показывали, что это как бы огромная каменная ДНК, примерно в диаметре 50 километров. И вот следующая раса, шестая раса, согласно древним преданиям и древним книгам, созревает как раз на Тибете. Вот гора Кайлас является очередной яйцеклеткой планеты, как говорили древние, в которой изреет вот эта вот цивилизация. Так ли это? И где находится генофон человечества? Возможно ли его отыскать? Ответов на подобные вопросы пока нет. Но по мнению некоторых ученых, священная гора Кайлас полая внутри. Гора Кайлас внутри полая. Дом счастливого камня внутри полой. И многие монументы легендарного города богов внутри полой. Так что это еще написано в тибетских текстах. Паломники утверждают, что именно здесь должна быть дверь в Шамбалу. Шамбалу – это мифическая страна, которая, согласно здешним легендам, располагается где-то в тибетских горах. Но где именно – неизвестно. И это рождает все новые и новые версии, указывая на различные горные пики. Возможно, что одним из таких адресов оказалась и гора Кайлас. Эрнст Молдашев утверждает, что даже видел здесь предполагаемый вход в загадочную страну. Эта дверь я видел. Она примерно так, 150 на 200 метров. Огромная дверь. Вот такая выемка. Ровная причем. Прямоугольная выемка. И прямоугольная выемка. И с той стороны примыкает камень. Вот такое ощущение, как будто бы взято, вот так вот вырублено. Там просто надо читать заклинание, которое сейчас никто не знает. И дверь сама отворится. В сказаниях о Шамбале часто говорится о многокилометровых подземных проходах. С каменной дверью в конце никем никогда не открыты. Проходы защищены от непрошенных гостей ядовитыми газами и силовыми полями. Николай Рерих писал. За каменной дверью в пещере скрыты тайны для будущего. Но сроки им еще не пришли. Вход в них очень узок. Но затем он расширяется и приводит в целый подземный город. Неведомые строители, видимо, рассчитали, что доступ к подземному городу будет возможен тогда, когда люди достигнут качественно другого уровня технологий. Современная наука лишь пытается делать бессильные попытки разгадать тайны Тибета. Айлас меняет каким-то образом целеустановку. Вот ты идешь, 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 знаешь, зачем ты подготовлен, хорошо физически, духовно, да, ты знаешь, что тебе надо, так сказать, сделать, и вдруг у тебя в голове меняется целеустановка. Целеустановка. А вдруг ты говоришь тебе, а зачем это? Это не нужно делать. Это порочное желание. Я не должен туда идти, я должен идти обратно. И ты спускаешься вниз, а потом опять проходит, так сказать, промежуток времени, и думаешь, боже мой, почему я вернулся? Я же уже, ну, я так хорошо шел, я так хорошо подготовлен. Вот что происходит, каким образом меняется вот эта целеустановка в голове, сказать трудно. Древние говорили, что на каждом волоске Будды больше миров, чем мы видим звезд на небе. Бесконечен мир, который окружает нас. И очевидно, разгадка феномена Тибета лежит пока еще за гранью нашего понимания. Но мы вполне можем предположить, что древние монахи не прятали в пещерах чертежи будущих летательных аппаратов, а хранили в снежных вершинах Тибета нечто большее, связанное не с твердью земной, а ввысью небесной. Может, Кайлас – это только духовная цель? Человеку что-то можно взять, к чему-то можно прикоснуться, а к каким-то знаниям нет. В этом вот физическом мире нет, он не может, его разум не готов, он не сможет осознать вот эту истину. Тайна Тибета в нас самих. Это то изначально, ради чего каждый человек живет, ради того, чего он хочет. Он задается постоянно вопросом, для чего я живу, для чего вообще все это. Вот очень многие люди, посетив Тибет, открывают это все. Возможно, пройдет время, и гора Кайлас откроет свои секреты. И тогда мы поймем загадочные слова тибетских лам. Когда взберетесь до вершины горы, продолжайте взбираться дальше. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Иногда люди произносят какие-то несвязные звуки, как будто говорят на каких-то неизвестных древних языках. Коренные жители объясняют перепады самочувствия человека, находящегося рядом с Кайласом, особой божественной силой, которая исходит от горы. Но ученые-медики высказывают свои предположения. Они считают, что это примесь окиси азота в воздухе, действующая как расслабляющий газ. Люди, которые оказываются в состоянии кислородного голодания, всегда испытывают какие-то необычные состояния. В частности, при подъеме на большую высоту, например, выше 4000 метров, возникают зрительные, слуховые, иногда даже тактильные ощущения, которые люди трактуют в зависимости от своего предыдущего опыта. Еще одно необычное явление неподопретной территории. Без особых посвящений и таинств простым смертным путь сюда был заказан, поскольку, согласно древним поверьям, здесь царствуют духи мертвых. Современные путешественники, пытающиеся покорить Кайлас, рассказывают, что у горы многим приходится сталкиваться с необъяснимыми явлениями, в которые сначала трудно поверить. Приближаясь к подножию, человек физически чувствует определенный рубеж, перейти который невозможно. Ну, представьте себе, что вы из теплой комнаты выходите на холод. Вот что-то наподобие, но только вот как будто перед вами некая граница, вот она физически ощутима. То есть как будто что-то более плотное, как будто область более повышенного давления. И вот когда вы переходите вот несколько раз, вы каждый раз ощущаете физически подобную границу. Ты идешь, и вдруг тебе становится так хорошо, тебе вот просто вот хочется летать. При всем при этом ты вот остановился, и не то чтобы не можешь, можешь, но совершенно не хочешь не шевелить ни руками, ни ногами. То есть это причиняет конкретно физическую боль. Уже сразу у подножия Кайласа начинаются видения. Люди слышат громыхающие звуки. Голос человека, который стоит рядом, раздается на несколько километров. На западе Тибетского Нагорья, в двухстах километрах от границы с Непалом, расположена удивительная гора с четко выраженной пирамидальной формой. Все попытки чужеземцев покорить ее заканчивались полным провалом. Беда на стыгал альпинистов либо сразу во время восхождения, либо после неудачных попыток взобраться на вершину. Например, как это случилось с американской экспедицией в конце 90-х годов. Все члены которой всего за пару лет превратились в дряхлых стариков и скончались от неведомых болезней. Название этой горы – Кайлас, на других наречиях – Кайлаш. Ее высота имеет мистическую цифру 6666 метров. А древние манускрипты гласят «Никто из смертных не смеет взойти на Кайлас, где обитают боги. Тот, кто увидит лики богов, должен умереть». Исследователи считают, что нет на Земле места более загадочного и неизученного, чем гора Кайлас. Несколько лет назад, а точнее в 2006 году, российская экспедиция под руководством Александра Редько впервые подошла к ней вплотную. Но после нескольких попыток покорить вершину, альпинисты поняли, что Кайлас не пускает. Заявление о том, что кто-то когда-то поднялся на Кайлас, не верьте, никто никогда не поднимался на Кайлас. По альпинистским меркам это не такая уже заоблачная высота. И тем не менее, никто не смог. Все легенды говорят о том, что Кайлас сбрасывает людей. Я не знаю ни одной группы, я не знаю ни одного человека, кто бы пытался взойти на Кайлас. Что-то их останавливает. Действительно необычная гора. Вы знаете, я объехал, не побоюсь этого слова, действительно весь Восток. Ничего подобного нет. То есть, если есть на планете какое-то место наиболее необычное, это именно оно. Еще пять веков назад для коренных обитателей Индии и Китая Тибет считался задающееся объяснению учеными. Это загадочное свечение в небе, наблюдаемое в районе горы Кайлас. Оно довольно часто возникает на Востоке в вечерние часы и состоит из красных, белых и синих кругов, похожих на шаровые молнии, которые поднимаются от горизонта. Но самое загадочное – это та форма, которую принимало это интенсивное свечение. Они не просто шаровые молнии, они следуют какому-то определенному алгоритму. Они могут связываться в различной совершенно комбинации. Но самая интересная комбинация – это как раз тот древний символ, о котором постоянно идет речь – свастика. Исследователи всегда смотрели на Тибет с пристальным интересом. С учетом происходящих в мире процессов, этот интерес только усиливался. Особенно у Третьего рейха накануне Второй мировой войны. Немцы посылали на Тибет экспедицию за экспедицией. Ускали эту страну для того, чтобы получить необыкновенные знания. И в том числе и Гитлер отправлял экспедиции именно для обретения вот этих знаний о бессмертии, о силе, необыкновенных способностях людей. Нацистская верхушка прекрасно по ней могла достигнуть только благодаря мощному технологическому праву.